Здравствуйте, читатели КП в Украине. Сегодня у нас в гостях представительница Украины на детском Евровидении Анна Тринчев. Всем привет! Здравствуйте, Анна. Рада тебя видеть снова у нас в гостях. Да, я тоже очень себя рада. Собственно, первый вопрос. Поделись, пожалуйста, впечатлениями от самого конкурса, от Болгарии. Как принимали, кто с тобой ездил? Ну, от делегации было до 10 человек украинской. Приняли нас безумно круто. Когда я вышла с аэропорта, нас встретили, потом нас провели и встретили уже с хлебом ихним и корицей, точнее не корицей, а специями и медом. Макала хлеб, мед и специи. Это было очень странно для меня и непривычно, но это было безумно вкусно. Но мне надо было ждать паспортный контроль и ждать наши вещи. Нам сразу все доставили в отель. Болгария приняла теплой солнечной погодой и все было очень хорошо. Вот. Заселились в отель и тут у меня появилась проблема, я заболела. Вот. Ну, как всегда, закон полностью, никто не отменяв. Вот. Как всегда, на конкурсах я всегда болею. И поэтому половина, вот всей экскурсии мне пришлось пропустить. И лежала в отеле и болела. Лечилась до финала. А что, горло, ангина? Да и горло, и нас, короче, все вместе. Жалко. Да. Катя пишет вопрос. Видела, что тебя пришла поддержать Катя Бужинская, которая сейчас живет в Болгарии. Она давала тебе какие-то рекомендации, советы, о чем говорила? Ну, так как она пришла за несколько минут до финала, особо поговорить не было. Она просто пожелала удачи, сказала, что у тебя все получится. И для меня было безумно приятно, что Катя Бужинская пришла на финал. Я немножечко удивилась, еще подарила мне цветы. И, в общем, мне было очень-очень приятно. То есть вы так особо не разговаривали? Ну, да, потому что времени особо не было. Ну, финал уже был. А с кем вообще удалось познакомиться, пообщаться? Ну, я познакомилась со всеми представителями стран. Очень творческие и интересные личности. Мне было очень интересно с ними пообщаться. Все очень дружелюбные были. И царила некая такая атмосфера. Вот не конкуренции, а просто дружеская и творческая атмосфера. За что я люблю очень творческих людей. За то, что чаще всего больше дружба присутствует, чем конкуренция. То есть конкуренции как таково не было. Тут был вопрос, чувствовалась ли конкуренция на конкурсе? И кого ты лично считала главным конкурентом для себя? Ну, понятно, что конкуренция была. Ну, вот как испытывать к человеку какой-то ненависти? Приятного не было. Да, не было, да. Вот такого. То не было. Мне это очень нравилось. Это очень расслабляло и давало возможности не задумываться о каких-то проблемах. В проблемах, в принципе, конкуренции не было на конкурсе. Но сильные очень представители в этом году. Это один из самых сильных годов для меня. В принципе, мне очень понравилась Мальта, которую выиграла Армения, Словения, Белоруссия. Также очень интересная девочка была с Ирландии, которая пела академическим бокалом. Мне, в принципе, в этом году все страны понравились. Я не знала, как можно было им давать места, потому что просто настолько сильная подготовка. У каждой страны настолько интересная песня, настолько интересный, яркий номер. Поэтому, как жюри судили, для меня это очень большой секрет. Мальта, по-моему, второй раз подряд выиграла, да? Да, она выиграла в 2013 году и в 2015. А с кем-то из конкурсантов задружились, может быть, общаетесь в соцсетях? Да, я очень сильно подружилась с Русланом Услановым. Ну, я уже дружилась с ним и до этого конкурса, в принципе. Вот, на этом конкурсе еще больше, еще сильнее подружилась. Также с представителем России мы очень сильно сдружились, с Мишей Смирновым. Также с представителями Словении. С Мальтой мы сейчас общаемся, с Дестони. Очень-очень теплые отношения практически каждый день в скайпе, вот, в ватсапе что-то там переписываемся, поддерживаем друг друга всегда. Также с победителем прошлого года, с Винчетса Кантели. Вот, с ним переписываемся, поддерживаем отношения, вот, поэтому все прошло очень дружелюбно и прекрасно. Я так понимаю, языкового барьера не было у тебя никакого? Ну, я английский понимаю, в принципе, не могу общаться. От Олега вопрос. Я где-то читала, что по данным рейтингов тебе пророчили третье место. Что же все-таки произошло? Ну, да, до самого Евровидения, во всех опросах я либо второе, третье, там первое место. Я не знаю, может быть, Европа не поняла мою песню, но моя главная задача была донести людям все-таки смысл песни. И из-за того, что, наверное, люди не знали украинский язык, они не поняли мою песню. Но я думаю, что на этом я не останавливаюсь, не опускаю руки и только вперед, и только основными победами и с ними достижаю. Около курьезов вопрос. Далее, были ли какие-то курьезные ситуации на конкурсе, работали ли микрофоны, техника, обычно всегда что-то сбоит или во время репетиции, или во время выступления? Ну, во-первых, нам одевали вот такие наушники, и это для меня было немножко странно. Я никогда в жизни не выступала на сцене и не слышала свой голос в наушниках, только на записи, в студии. Поэтому было немного непривычно, и я сначала начала бояться этого, потому что ты слышишь все-все-все нотки, а когда ты без наушников, ты просто слышишь общую атмосферу. Также у меня один раз не открылся цветок на репетиции, что я очень потом забоялась, потому что вдруг на самом финале не откроется. В общем, было очень много проблем и заворочек, но все, слава богу, прошло хорошо. Микрофоны просто замечательные, звук был просто замечательный, и сцена шикарная, огромная. И, в принципе, очень много впечатлений осталось после этого конкурса. До сих пор, как вспоминаю, столько прям, такая ностальгия. Не знаю, мне про этот конкурс можно рассказывать и рассказывать. Кстати, цветок нормальный доехал? Долетел? Да, доехал, все в порядке, ничего не повреждено было. А у других конкурсантов были какие-то казусы? Ну, дело в том, что никто не присутствовал на репетиции других конкурсантов, только приезжала делегация в свое время за несколько номеров, выходила на сцену и уезжала ноль. Во время эфиров все было ладко. Да. Круг Юлия Пышина. Для начала я тебя хотела бы поздравить, что ты выступила на такой сцене, очень хорошо спела, мне очень понравилось. Не печалься, у тебя будет еще много конкурсов, в которых ты победишь. Какое у тебя было ощущение, когда объявили результаты конкурса? Ну, честно говоря, я начала очень сильно плакать и долго-долго еще плакала. Ну, конечно, расстроилась. Но потом все прошло, меня все обняли, поддержали, все конкурсанты подошли тоже, обнялись мы с ними, в принципе, все было в порядке. Потом как-нибудь справилась со своими эмоциями. Была ли София Тарасова на Евровидении? Нет, нет. Так, готовили вопрос. Цитата из статьи в Комсомолке. Нам пришлось столкнуться с рядом преград на этом пути, но несмотря на возникшие сложности, мы, как мне кажется, достойно представили свою страну. О каких преградах идет речь? Преградах? Ну, первое, это большая преграда моя болезнь, так как я очень гнусавила и не знала, как я буду петь. Вообще, в первые дни у меня вообще голос пропал практически, я хрипела очень сильно. Это, наверное, была одна из самых больших преград. Потом было очень много волнений, я очень волновалась за цветок, и как само шоу пройдет, и какая атмосфера будет. Я очень боялась неправильно спеть или, ну, не знаю, чтобы цветок, все в порядке с цветком было. Вот, в принципе, таких преград было много, но я думаю, что мы с ними справились. А как лечили? Рузовали доктора какого-то, делали заливки, да? Или сами своими силами? Сами своими силами, кололи антибиотики, да. Мама мне очень много таблеток давала, утром, днем и вечером, посуточно. Вот, потом антибиотики, как я уже говорила. Вот, в принципе, постоянно дома сидела, ну, как бы, в гостинице сидела, никуда не уходила. В Болгарии тоже когда-нибудь едила, получается. Ну, я в последний день погуляла, мне очень нравится этот город. И самое интересное, то, что в Болгарии очень тихо. Вот, в Киеве, как, все куда-то спешат, какие-то эмоции постоянно. А там вот все тихо, все размелено, люди никуда не спешат. В общем, такое, такая интересная страна для меня, Болгария. Я была там несколько раз, но с вот такой стороны я не видела. Болгарская речка активная, у них там есть такие смешные загадки. Да, мне больше всего понравилось то, что красивая на Болгарском будет страхотно. Вот, также у них, да, это будет вот так вот, а нет, будет вот так. Вот, много еще было таких интересных слов на Болгарском. Мне очень нравилось слово «всички», это «все». Да, и в принципе, Болгарский язык очень похож на украинский и русский. Это как смесь украинского, русского и еще сюржика. Вот, такой язык интересный. Да, Болгарская нам рассказывала, что ее дочка называет Майка вместо мамы. Майка! Да, на Болгарском, это мама. Оксана интересуется, Аня, как тебя встретили дома? Что ты сделала первым делом, когда прилетела в Украину? Как встретили в школе, может быть? Первое дело, что я сделала, это просто завалилась в кровать и уснула, потому что очень много сил и энергии надо было восстановиться, реабилитироваться. Первый день я не пошла в школу, потому что очень сильно устала. А когда я пришла, меня и директор поздравил, и мои одноклассники поздравили, и классный руководитель поздравил, практически каждый учитель поздравил. Она сказала, что место не главное, главное то, что ты за сцену представила страну, и это действительно очень приятно, это дает силы на какие-то новые достижения, на новые победы, и это реальность. В общем-то, поучаствовала на такой большой сцене, это уже тоже большое достижение, хоть и от Горова, в Украине. Я очень долго мечтала об этом, еще в 2014 году, и еще где-то с 2010 года я каждый год смотрела Евровидение, и очень-очень хотела попасть туда, и вот моя мечта сбылась. Максим спрашивает, Евровидение позади, ты уже придумала для себя новый аксель? Ну, сейчас моя главная цель, это сделать свой первый сольный альбом, как я уже много-много раз говорила, выпустить свой первый сольный, точнее, выпустить свой альбом. Я сейчас... Организовать свой первый сольный концерт и выпустить свой первый альбом. В принципе, очень много целей, очень много планов, не буду раскрывать все карты, потихонечку-потихонечку будете меня видеть. Ну, я так понимаю, с Евровидением пока все? Уже на взрослого будешь целиться, или может быть на следующий год? Нет, с Евровидением уже нельзя больше участвовать. А, повторно нельзя. Да, я же представляла Украину. Ну, насчет взрослого Евровидения, я думаю, мне надо очень-очень сильно подумать насчет этого, потому что это было некое такое моральное испытание, выдержка. Но это была тяжелая неделя, вот, поэтому надо хорошо подумать, прежде чем ехать на Евровидение, потому что, насколько я знаю, там еще полуфинал, и там гораздо-гораздо все масштабнее и тяжелее. Поэтому пока что про взрослое Евровидение я вообще не забывалась. Но оно того стоит, вот, пройдя все вот эти испытания, сложности, преграды, оно стоило твоих усилий? Это стоило того. Это просто шикарная атмосфера была. И когда после моего выступления все зааплодировали, все начали кричать, это было безумно приятно. Я, конечно, очень сильно переживала, как, в принципе, всегда переживаю. Я не знаю, как вообще справляться с волнением. И когда мне спрашивают, да, не дай советы, как ты так справляешься с волнением, я даже не знаю, что ответить, потому что вообще никаких секретов нет. Я с ним никак не справляюсь, я всегда волнуюсь. Даже когда выступают мои друзья, я волнуюсь очень сильно. Поэтому, в принципе, все было хорошо, я думаю, и всем понравилось. Ну, много очень людей писала в социальных сетях, что не расстраивайся, не переживай, ты была самая лучшая, ты была умничка. Все у тебя вышло, и все было хорошо. Так что, всем передаю привет, и спасибо большое хочу сказать всем тем, кто меня поддерживал. Юлия спрашивает далее, не кажется ли тебе, что ты просто выбрала слишком серьезную песню для детского конкурса, и почему все из года в год выбирают для детского конкурса сложные песни? Может, надо было бы их попроще? Ну, я думаю, что в такое время не стоит петь о цветочках и бабочках, поэтому я выбрала именно эту песню с каким-то глобальным смыслом, с глобальной идеей, чтобы люди, может, даже не допоняли, но осмыслили то, что их неотношение к природе, их неотношение к другим людям, их неотношение к жизни вообще. Поэтому я думаю, что петь песни про цветочки и гномиков, это не для меня. Ну, хотя у Мальты она такая, вроде как, ну, детская песня. Ну, это немного два разных жанра, у меня, у нее больше танцевальная, веселая песня, а у меня больше такая серьезная песня, глобальная песня. Так, это уже спрашивали, Катя, вопрос, Анечка, сонечко наше, я тебя очень люблю, я твоя фанатка и маю кілька вопросов до тебя. Что вы чувствуете перед выходом на сцену? Было довольно страшно. Было безумно страшно. Это, наверное, самое большое волнение было за все годы моего опыта на сцене. Не знаю, как правильно сказать. Не знаю, я даже не могу вспомнить, что я чувствовала. Просто было полно мыслей в голове, я не могла ни на чем сосредоточиться. Я боялась выйти и увидеть полный зал людей, потому что действительно в Болгарии, вот, на сцене Амей царил аншлаг. Было очень-очень много зрителей и транслировало 17 стран, поэтому было безумно страшно. Даже нет такого слова, чтобы как-то характеризовало то, что я чувствовала перед сценой. Как тебе удалось собраться все-таки? Собралась, вышла, слова не забыла, номер вспомнила. Слово не забыла. Я не знаю, как мне удалось собраться. Я сама еще не нашла ответ на этот вопрос. Так, сейчас подобный выступ Мальты. И остальное питание. Чего будешь собрать участь в наступной репчерии? Вже разповедала. Так, от Натальи вопрос. Прошла неделя после Евровидения, наверное, ты прокручивала в голове свое выступление много раз. Изменила бы ты что-то в нем сейчас? Ну, думать о том, что уже случилось, я думаю, зря. Все, что было, то к лучшему. В принципе, мне понравилась картинка, мне понравилось то, что моя работа мне понравилась на сцене. Можно было, конечно же, лучшее, можно было, конечно же, больше энергетики дать. Может, где-то из-за волнения я не до конца, не на 100% выложилась. Но я думаю, что, в принципе, было все хорошо. Как вам? Скажите. Мне понравилось. Я смотрела. Еще вопрос от Натальи. Планируется ли фан-встреча с тобой в ближайшее время в каких городах Украины? Ну, пока что я отдыхаю, реабилитируюсь после Евровидения. Но мне бы очень хотелось сделать фан-встречу. Просто многие люди просят, и когда я говорю, там, давайте встретимся где-то, или вот недавно один фан-клуб перед Евровидением организовывал фан-встречу. Много-много просто было желающих. Но почему-то очень мало людей пришло, и так постоянно. Поэтому жду, пока уже 100% скажут, ну, Аня, ну, давай уже, когда уже будет действительно много желающих, которые 100% приедут, то тогда организую фан-встречу, и в первую очередь в Киеве. Очень бы хотелось сделать фан-встречу во Львове, в Иваново-Кшанковске, в Харькове, в Одессе. В принципе, мне бы хотелось посетить все города Украины и сделать там фан-встречу. Пришел к нам вот недавно вопрос, нам 10 назад, от Софии. Анютка, я делюсь все твои видео и просто дивусь каждый раз, ты просто влыка молодец. Як тебе це вдається? Це ж займае влыку кількість часу. Адже ти в числе в школе є домашний завдання. Ну, как я уже говорила, главное иметь желание. А с желанием все придет. Если ты не хочешь чему-то стремиться, то ты никогда этого не заполучишь. Не знаю, как правильно сказать. Поэтому с желанием, я думаю, все приходит. Если ты захочешь погулять со своей подругой, ты найдешь время погулять со своей подругой. Если тебе действительно надо как-то себя усовершенствовать, то ты всегда найдешь время на это. А если у тебя нет желания учиться, нет желания что-либо делать, то ничего и не получится. Кстати, я так понимаю, мама волновалась не меньше, чем ты, когда приходила. Мама, она волновалась, наверное, в 155 раз больше, чем я. И хоть она не была за кулисами, потому что не пускали по какой-то причине. Со мной за кулисами был педагог, который мне давал наставления, так сказать. И хореограф, который выносил цветок, собственно. Ну, мама очень, особенно после того, как мы с ней увиделись после выступления, она просто была, ну, столько эмоций переполняла. Она была в это же время уставшая. И вообще, вообще, до речи даже отпадал. А почему маму не пустили? Она в зале сидела тебе? Да, в зале сидела. Ну, там очень все строго. Как бы боялись за... Ну, получается, была ответственная жизнь за детей. Там везде были охранники даже. Когда... Вот мы... Для каждой делегации выделялся автобус. И автобус оброждался двумя полицейскими машинами. Все было строго по бейджикам, по аккредитациям. Пропускали тоже только строго по аккредитациям. Поэтому, не знаю, получается, пускали за сцену только одного человека. Ну, еще мы попросили хореографа, потому что он цветок выносит. Ну, там по пропускам было очень все строго и очень серьезно. Я никогда не видела настолько серьезного отношения к безопасности. Везде была охрана. Везде за нами следили. И главное, что каждая делегация представлялась... Представлялись два... Ну, как... Не переводчика, а сопроводители. Сопровождатели. Сопровождавшие, да. И везде просто он ходил со мной. Везде, абсолютно. Вот вы вот с самого утра и до вечера, пока маме в руки не передадили. Скажи, вот перед участниками конкурса, иногда бывают такие интересные истории. Не было ли у тебя перед выступлением каких-то снов вещей, каких-то знаков, как все закончится? Потому что, ну, бывают совершенно неожиданные истории. Ну, снов вещей и каких-то знаков у меня не было, потому что все мысли были только про выступления. Результаты для меня были очень удивительные. И я очень расстроилась, конечно же, по этому поводу. Но никаких каких-то там мистических знаков мне не присылали. А, кстати, вообще удалось выспаться перед конкурсом? Нет, я не сказала. Не удалось, да. Так, вообще у нас дуже богато питань от твоей поклонницы, которая в прошлый раз написала, что 30 вопросов. Буду задавать по порядку. Чи запомнила ты свои сны? Еще тебе начистише сныться? Ну, вообще я очень редко запоминаю сны. И иногда сильно сняться, что ли, вещи и сны. Или как-то связаны с тем, что у меня будет. Но чаще всего я и не запоминаю сны. И если я запоминаю, то что-то должно случиться, либо хорошее, либо плохое. Чи будешь и ты на какие-то локальные конкурсы дали? Ну, пока что надо сильно передохнуть. Я очень уже устала. И было с Дети, и Новая Волна, и Турецкая Олимпиада, и Евровидение. Я думаю, надо взять такой небольшой отпуск зимой. Я никуда не планирую идти. Планирую отдыхать с мамой, набираться сил. А у меня уже к весне, я думаю, будут какие-то проекты. Но пока что я еще не знаю сама. Как тебя называют мамой? Как ты не любишь, чтобы тебя называли? Ну, в принципе, я очень люблю, когда меня называют Анюта. Даже учителя мне называют Анюта. Мама меня по-разному называет, в зависимости от ее настроения. Если, ну, обычно называют либо доча, либо Анюта, Анечка. По-разному, в принципе. Нету какой-то клички у меня. Ну, друзья, друзья, вот близкие, мне называют Тринчерок, Тринчер. Но мне, ну, я не люблю, когда посторонние люди меня называют по фамилии. Не знаю, почему меня как-то это отталкивает сразу. Я люблю, чтобы меня называли Анюта. Хорошо, Анюта. Тут я как раз пытаюсь, тебе больше подобается, какого называть Анюта чи Анютка? Анюта. Так, чи казали тобі щось одноклассники-вчителі по поводу евробачення? Толи дали, як звати твоих дедусей і бабусі? Ну, одноклассники, как я уже говорила, поддерживали. И перед финалом мне вконтакте, в социальных сетях везде писали, Анечка, мы с тобой, не переживай, все будет хорошо. Я уверена, ну, что ты займешь, что ты достойно представишь страну. Вот, поэтому я очень сильно люблю своих одноклассников. У нас маленький класс, но очень веселый, дружный. Я поменяла уже много-много школ до этой школы. И, наверное, это самый дружный класс за все 9 лет моего обучения в школе. Мою бабушку зовут Елена, дедушку Юра. Вот. По папе на Ирине уже умерли. Школу много меняло? Вы часто приезжали? Ну, были разные причины. Я поменяла шесть школ. Где? Я, ну, иногда из-за того, что меняли места жительства, иногда из-за того, что, ну, не устраивало обучение, иногда из-за учителей, потому что очень было много случаев, когда классные, особенно классные учителя, какие-то, ну, странные, я не знаю, как это объяснить. Ну, было много разных причин, из-за чего мы меняли школу. Последнюю школу поменялось за то, что мне предложили участвовать в турецком конкурсе, но для этого мне надо было учить турецкий язык, вот, поэтому надо было переходить в школу. А в принципе... Углубленное изучение турецкого сейчас? Ну, не углубленного, но не углубленного, просто изучают язык для подальших конкурсов, дальнейших конкурсов. Я очень рада, что сейчас в этой школе очень теплая и приятная атмосфера. За все девять лет, как я уже сказала, обучения нигде такой школы не было, поэтому все сейчас хорошо. Даже когда я уставшая, то я все равно хочу идти в школу, потому что, знаешь, что там меня ждут люди, которые всегда поддерживают меня и которые всегда со мной, и очень много людей после Евровидения, особенно с ваших классов, подходили и говорили, «Анечка, я тебя смотрела, ты такая умничка!» И обнимают меня часто, и это так незамеприятно. Еще вопрос, если ты будешь принимать участие в каком-то талант-шоу? Ну, как я уже говорила, пока что нет, и не планирую. Если честно, думаю уже, хочу где-то за границей попробовать свои силы, в каких-то заграничных конкурсах, может, X-Factor за границей, или страна имеет талант. Очень хочу попасть на American Idol. Это шоу такое есть в Америке. И, в принципе, много планов, но пока что я еще не готова их осуществлять. Так, шо любишь солодкого крим-шоколаду? Ну, в принципе, я не фанатка сладкого, но я очень люблю шоколадку «Милка» и конфетку «Пивнич на ничь». Ты еще запытываешь, какую самую «Милку» ты любишь? Я люблю любую «Милку». Главное, чтобы на шоколадке было написано «Милка», и если мне какой-то человек подарит «Милку», я его уже сразу буду любить. Я даже коллекционирую обертки от «Милок», у меня уже больше 100 штук. Все разные, все с разных стран. Есть «Милка» с попкорном, там, с застывшей карамелью, с ММДМСом. Совсем вообще все, что можно было придумать в эту «Милку», в эту коллекцию уже есть. Ну и, мабуть, остальное питание на сегодня, часто было со братом-детельским. Да, я очень часто любилась. И, ну, так как брат у меня старше, я его постоянно кусала за живот. У него даже кровь иногда текла. Очень часто бились, и, не знаю, он меня часто запирал в комнате, чтобы я его не трогала. Постоянно я виничала на него. Там мама на мне разрешала в детстве вредной еды есть, там, колу пить, Макдональдс. И всегда, когда я увижу у брата какую-то плохую вредную еду, я говорю «Мама, мама, а брата есть?» В общем, не знаю, такие приятные воспоминания. Очень-очень много дрались, очень много бились, много соревновались в детстве, я помню. Ну, это такие больше приятные моменты. Но все равно в итоге я плакала. Но это такое незабываемое детство, именно благодаря брату, наверное. А, кстати, он как-то связывался с тобой после Евровидения? Да, он связывался, он мне поздравлял. Говорил, что все будет хорошо, я уверен. И, возможно, я поеду к нему учиться. Наверное, в какую-то мискальную школу я буду хотеть поправить за границей. Спасибо, что нашла время прийти к нам. Я видела, ты учила уроки ухода к нам в редакцию на ходу на коленках. Завершающее слово для поклонников. Ну, во-первых, я уже хочу сказать, очень миллион раз говорила. Спасибо большое за поддержку. Это правда, это банальные слова, но это правда очень дает надежду и вселяет силы у меня. И я очень хочу вас поблагодарить за то, что вы со мной. И за то, что вообще в любой ситуации вы всегда меня поддерживаете. Правда, я очень-очень сильно вас люблю. И спасибо вам за то, что вы есть.